Эффект основателя Естественно, не перейдет в эту новообразовавшуюся популяцию только те варианты, которые присутствовали в геномах вот этих основателей. С точки зрения популяционной генетики ничем не отличается ситуация, когда исходная популяция просто резко уменьшается в численности. Немногочисленные выжившие тоже будут обладать лишь теми вариантами, которые будут в их геномах иметься. И в образовавшейся новой популяции будет совершенно иное распределение аллелей, включая редкие и патогенные. Ну, происходит ли подобное в популяциях человека? Конечно, да, и классическими примерами фаундер популяции являются, например, белые жители Южноафриканской республики. Их сейчас несколько миллионов, а в большинстве своем они восходят всего лишь к 150 голландским переселенцам 17 века. Точно так же к числу фаундер популяций можно отнести евреев, ашкеназий, финнов, исландцев и некоторые другие популяции, к которым обычно не причисляют славян, а зря, потому что славяне представляют собой одну из крупнейших фаундер популяций. Они, с одной стороны, генетически однородны, с другой стороны, ну, почти 300 миллионов человек. 80% населения России – славяне. Генетический груз – это совокупность всех патогенных аллелей, которые вы можете найти в популяции. Предложил эту концепцию великий американский генетик Герман Мюллер, и он оценил количество патогенных рецессивных аллелей, приходящихся на геном среднестатистического человека, в 3-5 штук. Сейчас появилась возможность просто прямо посчитать, сделав экзомное секвенирование. И вот самая современная работа на эту тему показала, что 1,3 патогенных аллеля, действительно высоко патогенных, присутствует на геном среднестатистического человека. Но на самом деле, во-первых, многие гены остаются неизвестными, во-вторых, если мы учтем аллели неясной клинической значимости, то мы придем к тем же оценкам, которые сделал Мюллер 65 лет назад. Что Мюллер не мог знать, это то, что 25% таких вариантов – это очень редкие аллели. И вот, вернувшись к первой картинке, можно увидеть здесь некоторую смысловую неточность. То есть, вот варианты справа, они часто присутствуют и в левой исходной популяции, да, вот здесь. А на самом-то деле четверть таких вариантов, если говорить о патогенных вариантах, очень редкие. Всего известно 6000 наследственных заболеваний на данный момент, и большинство из них рецессивные. Однако, в силу эффекта основателя, 90% случаев тяжелых аутосомно-рецессивных заболеваний в популяциях приходится на всего лишь 60-70 генов, причем эти гены разные между разными популяциями. Если говорить об изучении каких-то национальных особенностей генетического груза, то пионерскими исследованиями здесь являются работы финских ученых, которые с 50-х годов XX века нашли 36 финских болезней, которые практически не встречаются за пределами Финляндии, ну и большинство этих заболеваний аутосомно-рецессивные. Если говорить о русском, ну, фактически это часть славянского генетического груза, то тут можно выделить два подхода к его изучению. Это, во-первых, клинические исследования, которые идут с конца 80-х годов, молекулярно-генетические. А второе – это изучение экзомов здоровых людей в поисках носительства рецессивных патогенных аллелей. Это достаточно новое направление. Это наша работа, работа специалистов Института биоинформатики. Ну и была такая программа «Российские геномы», которая тоже к чему-то пришла. Из чего состоит генетический груз и где вообще надо учитывать этноспецифичность? Я сделаю некоторый акцент на российскую популяцию и русскую, и я сделаю некоторый акцент на онкологические синдромы. Ну, во-первых, есть такая достаточно стационарная стабильная часть генетического груза, которой от эффектов основателя не зависит. Это мутации, которые возникают каждый раз заново, независимо друг от друга. Это, например, хромосомные заболевания. Ну, естественно, что, скажем там, синдром Дауна практически не наследуется. Это тяжелые аутосомно-доминантные болезни. Вот, ну, на самом деле, тяжесть аутосомно-доминантного заболевания – это, естественно, такая протяженная категория, она континуальная. То есть, если мы возьмем, допустим, туберозный склероз, это заболевание достаточно тяжелое, проявляется в раннем детском возрасте. Для него характерна умственная отсталость часто, хотя не всегда, эпилепсия и опухолевые заболевания. В 70% случаев это мутации Денува. Если мы говорим про такие болезни, как синдром Лейфраумени или семейный аденоматозный полипоз, хотя пенетрантность этих синдромов близится к 100%, все-таки большинство носителей заболевают уже к такому возрасту, когда они могут иметь детей. И семейных случаев здесь большинство. Есть даже единичные примеры фаундера аллелей. Например, знаменитая бразильская мутация R337H в гене TP53, которую принесли в Бразилию какой-то португальский конкистадор. Случайно ли распределение таких мутаций, которые возникают Денува? На самом деле нет. Есть мутации более частые, чем другие, которые приходятся на горячие точки мутагенеза. Например, в гене APC таких точек две основные, и на них приходится до трети всех случаев семейного аденоматозного полипоза, что можно учесть при диагностике. При этом интересно, что достоверно связан возраст матери на момент зачатия с вероятностью Денува мутаций хромосомных, а возраст отца может быть связан с вероятностью развития Денува мутаций, связанных с аутосомно-доминантными заболеваниями, такими как туберозный склероз или ахондроплазия. И получается, что даже эти заболевания, их частота различаются между популяциями в зависимости от социокультурных каких-то факторов. Если говорить о менее тяжелых доминантных болезнях, ну вот, скажем, синдром Линча, наследственно неполипозный рак толстой кишки, это заболевание, при котором все-таки рак в среднем возникает к 45 годам, и в дальнейшем наблюдается уменьшение процента случаев Денува. В некоторых популяциях очень выраженный фаундер-эффект в той же Финляндии, например. В России эффект основателя здесь слабый, то есть всего 30% случаев объясняют целых 6 мутаций повторяющихся. Если говорить о БРК-ассоциированном семейном раке молочной железы яичников, тут есть несколько факторов. Во-первых, низкое повышение риска у мужчин. Во-вторых, есть спорная гипотеза о том, что повышена фертильность у носительниц патогенных мутаций в БРК-1. Но так или иначе, если мы возьмем тысячу женщин с БРК-мутациями, то от силы нескольких штук мы найдем случаев Денува. В России наблюдается очень сильный эффект основателя в отношении БРК-мутаций. Прежде всего, это всем известные 5382-НСРЦСИ. 65% случаев от всех БРК-1, БРК-2 ассоциированных раков. Также наблюдаются минорные повторяющиеся мутации литовского происхождения мутации, центральноевропейские, еврейские мутации, несколько минорных славянских. Эта картинка взята из-за работы, посвященной попытке установить происхождение мутации 5382-НСРЦСИ. Дело в том, что впервые мутацию эту обнаружили у евреев Ашкенази, потом высокая частота была найдена у славян, ну и кроме того, в некоторых европейских популяциях так же она встречается, эта мутация. Дело в том, что возникает мутация не в каком-то идеальном референсном геноме, а в окружении других генетических вариантов, которые путешествуют вместе с ней в ряду поколений. И этот набор гаплотип сцепленных вариантов, он в течение в ряду поколений меняется, и по этим изменениям можно судить о том, где впервые возникла мутация. Оказалось, что вот мутация 5382-НСРЦСИ впервые возникла либо на территории Древней Руси, либо на территории Древней Дании, что довольно удивительно, но факт, что там очень древний гаплотип. То ли датчане от нас взяли, то ли мы от датчан взяли эту мутацию. Ну, переходя к аутосомно-рецессивным болезням, нужно сказать, что вообще онкологические синдромы либо очень редкие бывают рецессивными, либо вообще немногочисленные. Мутуаич-ассоциированный полипоз толстой кишки встречается хотя бы относительно нередко. Вот связан он в основном в России с тремя мутациями, две из которых паневропейские, и интересно, что они очень древние. То есть возраст рецессивных мутаций, он вообще говоря может быть гораздо больше, чем мутаций доминантных, но в силу того, что расслаблены действия естественного отбора. Если говорить про мутацию R245H, третью, она, видимо, имеет региональное славянское происхождение, хотя точно это неизвестно. Есть два любопытных синдрома, в чем-то схожих по клиническим проявлениям, то есть для них характерен низкий рост, иммунодефицит и предрасположенность онкологическая. Один из них синдром Неймеген. Это фактически славянская болезнь, потому что она встречается, исчезающая редко за пределами славянских популяций. Если говорить про синдром Блюма, то это заболевание часто встречается у евреев Ашкеназин. У славян в 2012 году наши коллеги обнаружили фаундер-мутацию, которая встречается с такой высокой частотой, что, вероятно, на территории России должно проживать несколько сотен больных с синдромом Блюма. Между тем, ни одного случая было не выявлено, и лишь через 5 лет удалось опубликовать работу, найти такого пациента, опубликовать работу, описывающую его фенотип. Оказалось, что потом были найдены другие пациенты, такие гомозиготы, по славянской мутации. И обнаружилось, что у них нет одного из ключевых клинических признаков синдрома Блюма у евреев Ашкенази, у которых другая фаундер-мутация. У них не наблюдается такая эритема на коже лица по типу бабочки, напоминающая ту бабочку при СКВ, которая возникает в связи с гиперчувствительностью кожи лица к ультрафиолетовым излучениям. Если говорить о том, что находится за пределами онкогенетики, то, вообще говоря, известно более сотни вариантов балтославянских, панславянских, региональных славянских, которые рассыпаны по всем нозологическим категориям, которые можно только придумать. Здесь некоторые примеры есть. Я бы хотел обратить внимание ваше на... Сейчас, вот этот. Это ген, открытый в этом году. Удалось его открыть именно благодаря тому, что у славян часто встречается патогенная мутация у поляков, украинцев и русских. Так, простите. Если говорить об результатах экзомных исследований здоровых людей, тут ситуация фактически как с тем аллелем в гене БЛМ. Есть мутации, они достаточно частые, но больных пока что не замечают. Помимо довольно интересных находок, касающихся нефропатии или некоторых коагалопатий, можно обратить внимание на очень редкую кифоскалиотическую форму синдрома Эллерса-Даннелса. Недавно вышла работа, где описывался фенотип нескольких десятков таких пациентов и большое достижение, что их вообще удалось найти и описать. Международная такая крупная работа. Судя по расчетным данным, в России должно проживать несколько тысяч таких пациентов, но о них ничего не известно. Вот другой интересный вариант в гене НУП-93, довольно достоверно связанном с нефротическим синдромом у детей. Этот вариант встретился в компаундном состоянии с другой достоверно-патогенной мутацией у больной сербского происхождения. И больше ничего про этот вариант не известно, кроме того, что он часто встречается в России, может быть, в других славянских популяциях и очень редко за их пределами. Поэтому проверить его значимость фактически можно только в славянских странах. То же самое можно сказать про ген НАГА. Давно было описано заболевание, которое с ним связано, но уж больно разнообразное. У него клинические проявления. Иногда никаких клинических проявлений, собственно говоря, и нет. И до сих пор неясно, вызывает он какое-то заболевание или это просто биохимическая особенность, которую случайно находят у обладателей разных фенотипов. Ну, если говорить о генетическом грузе неславянских этносов в России, то, ну, прежде всего, можно сказать, что более полутора сотен народностей проживают в России неславянского происхождения. Изучены они крайне плохо. Есть, ну, вот этот перечень, он не исчерпывает все выявленные случаи фаундер-эффекта, но это довольно значительная часть. Обращает на себя внимание то, что в этом маленьком перечне исследований, вот то, что выделено красным, это новооткрытые гены. То есть изучение этих народностей позволило выявить новые гены болезни человека. Кроме того, было найдено несколько аллелей, которые ассоциированы с очень необычными клиническими проявлениями заболеваний, связанных с соответствующими генами. Таким образом, изучение этнического своеобразия генетического груза это мощный инструмент, помогающий найти новые генетические детерминанты патологии человека. Ну и, кроме того, это, конечно, важно практически, потому что изучать, проводить клинические исследования, рутинную диагностику пациентов на предмет насильственного набора мутаций, которые характерны для русских, в общем-то, неправильно, если мы имеем дело с пациентами иных этнических групп. Так, ну, собственно говоря, спасибо за внимание. Надеюсь, что не перегрузил его лишними сведениями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!